Глава восьмая Прощай, если навсегда, то навсегда прощай. Байрон В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, Читал охотно о пулея, а цицерона не читал, В те дни в таинственных долинах, Весной при кликах лебединых, Близвод, сиявших в тишине, Являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, Муза в ней открыла пир молодых затей, Воспела детские веселья и славу нашей старины И сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, Успех нас первый окрылил, Старик Державин нас заметил И в гроб сходя благословил. И я в закон себе вменяя, Страстей единый произвол Столпою чувства разделяя, Я музу резвою привел На шум пиров и буйных споров, Грозы полуночных дозоров, И к ним в безумные пиры Она несла свои дары И, как вакханочка резвилась, За чашей пела для гостей, И молодежь минувших дней за нею Буйно волочилась, А я гордился меж друзей Подругой ветренной моей. Но я отстал от их союза И вдаль бежал. Она за мной. Как часто ласковая муза Мне услаждала путь немой Волшебством тайного рассказа, Как часто по скалам Кавказа Она ленорой при луне Со мной скакала на коне, Как часто по брегам Тавриды Она меня во мгле ночной водила Слушать шум морской, Немолчный шепот Нереиды, Глубокий вечный хор валов, Хвалебный гимн отцу миров. И, позабыв столицы дальней И блеск, и шумные пиры, В глуши Молдавии печальной Она смиренные шатры Племен бродящих посещала И между ними одичала, И позабыла речь богов Для скудных странных языков, Для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, И вот она в саду моем И явилась, барышней уездной, С печальной думой в очах, С французской книжкою в руках. И ныне музу я впервые На светский раут привожу, На прелести ее степны И с ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, Военных франтов, дипломатов И гордых дам она скользит, Вот села тихо и глядит Любуюсь шумной теснотою, Мельканием платьев и речей, И явлением медленным гостей Перед хозяйкой молодою И темной рамою мужчин В круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный Ольгархических бесед, И холод гордости спокойной, И эта смесь чинов и лет. Но это кто? В толпе избранной Стоит безмолвный и туманный, Для всех он кажется чужим, Мелькают лица перед ним, Как ряд докучных привидений, Что сплин или страждущая спесь В его лице. Зачем он здесь? Кто он таков? Уже ли Евгений? Уже ли он? Так точно, он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Или усмирился? Или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, Патриотом, гарольдом, Квакером, ханжой? Или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый малый? Как вы, да я, как целый свет? По крайней мере, мой совет — Отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, Судим обо всем, Что пылких душ неосторожность, Самолюбивая ничтожность Или оскорбляет, Или смешит, Что ум, любя простор, Теснит, Что слишком часто разговоры Принять мы рады за дела, Что глупость, Ветренные зла, Что важным людям важны вздоры И что посредственность одна Нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молода был молод, Блажен, кто вовремя созрел, Кто постепенно жизни холод С летами вытерпеть умел, Кто странным снам не предавался, Кто черни светской не чуждался, Кто в двадцать лет был франт или хват, А в тридцать выгодно женат, Кто в пятьдесят освободился От частных и других долгов, Кто славы, денег и чинов Спокойно в очередь добился, О ком твердили целый век Энэн, прекрасный человек. Но грустно думать, Что напрасно была нам молодость дана, Что изменяли ей все частно, Что обманула нас она, Что наше лучшее желание, Что наши свежие мечтанье Истлели быстрой чередой, Как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою Одних обедов длинный ряд, Глядеть на жизнь, как на обряд, И вслед за чинною толпою идти, Не разделяя с ней ни общих мнений, Ни страстей. Предметом став суждений шумных Несносно, согласитесь в том, Между людей благоразумных Прослыть притворным чудаком Или печальным сумасбродом, Или сатаническим уродом, Или даже демоном моим. А Негин вновь займуся им, Убив на поединке друга, Дожив без цели, без трудов До двадцати шести годов, Томясь в бездействии досуга, Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест, Весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, Лесов и ниф, уединение, Где окровавленная тень Ему являлась каждый день, И начал странствие, без цели, Доступный чувству одному. И путешествия ему, Как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, Как чацкий с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, По зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась, За нею важный генерал. Она была нетороплива, Нехолодна, неговорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей, Все тихо, просто было в ней. Она казалась верной снимок Ду-Камильфо, Шишков, прости, не знаю, Как перевести. К ней дамы подвигались ближе, Старушки улыбались ей, Мужчины кланялись ниже, Ловили взор ее очей, Девицы проходили тише Пред ней по зале, И всех выше, И нос, и плечи подымал, Вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной Назвать, но с головы до ног, Никто бы в ней найти не мог того, Что модой самовластной В высоком лондонском кругу Зовется вульгар. Не могу, люблю я очень это слово, Но не могу перевести, Оно у нас пока местного, И вряд ли быть ему в чести, Оно бы годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме, Беспечной прелестью мила, Она сидела у стола С блестящей Ниной Воронскою, Сей Клеопатрой у Невы, И верно б согласились вы, Что Нина, мраморной красою, Затмить соседку не могла, Хоть ослепительно была. Уже ли, думает Евгений, Уже ли она? Нет, точно, нет. Как? Из глуши степных селений. И неотвящивый лорнет Он обращает поминутно На ту, чей вид напомнил Смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, Кто там в малиновом берете С послом испанским говорит? Князь, на Онегина глядит? Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Жена моя. Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли? Около двух лет. На ком? На Лариной. Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдем же. Князь подходит к своей жене, Ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него. И что ей душу не смутило? Как сильно не была она удивлена, Поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, Был так же тих ее поклон. Ей-ей, не то чтоб содрогнулась, Иль стала вдруг бледна, красна. У ней и бровь не шевельнулась, Не сжала даже губ она. Хоть он глядел, нельзя прилежней, Но и следов Татьяны прежней Не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и... И не мог. Она спросила, давно ли он здесь, Откуда он, И не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, Скользнула вон, И недвижим остался он. Уже ль та самая Татьяна, Которой он наедине, В начале нашего романа, В глухой, далекой стороне, В благом пылу норовоучения, Читал когда-то наставление? Та, от которой он хранит письмо, Где сердце говорит, Где все наружи, Все на воле. Та девочка, Иль это сон? Та девочка, Которой он пренебрегал В смиренной доле, Уже ли с ним сейчас Была так равнодушна, Так смела? Он оставляет Раут тесный, Домой задумчив едет он, Мечтой то грустной, То прелестной, Его встревожен поздний сон. Проснулся он, Ему приносят письмо, Князь Энн покорно просит его На вечер, Боже. К ней, о, буду, буду, И скорей, Марает он, ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине Души холодной и ленивой? Досада, суетность? Иль вновь забота юности, Любовь? Онегин вновь часы считает, Вновь не дождаться дню конца, Но десять бьет, Он выезжает, он полетел, Он у крыльца, он с трепетом К княгине входит, Татьяну он одну находит, И вместе несколько минут Они сидят. Слова не идут Из уст Онегина. Угрюмый, неловкий, Он едва-едва ей отвечает, Голова его полна упрямой думой, Упрямо смотрит он, Она сидит покойно и вольна. Приходит муж, Он прерывает Сей неприятный тет-а-тет, С Онегином он вспоминает Проказы, шутки прежних лет, Они смеются, Входят гости, Вот крупной солью светской злости Стал оживляться разговор Перед хозяйкой легкий вздор Сверкал без глупого жеманства И прерывал его меж тем Разумный толк, Без пошлых тем, Без вечных истин, Без педанства, И не пугал ничьих ушей Свободной живостью своей. Тут был, однако, цвет столицы, И знати, моды, образцы, Везде встречаемые лица, Необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, В чепцах и в розах С виду злые. Тут было несколько девиц, Не улыбающихся лиц, Тут был посланник, Говоривший о государственных делах, Тут был в душистых сетенах старик, По-старому шутивший Отменно тонко и умно, Что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы Паткой, На все сердитый господин, На чай хозяйской, Слишком сладкой, На плоскость дам, На тон мужчин, На толки про роман туманный, На вензель двум сестрицам данные, На лож журналов, На войну, На снег и на свою жену. Как был проласов, Заслуживший известность, Низостью души, Во всех альбомах притупивший Сан-пре твои карандаши, В дверях другой диктатор бальный Стоял картинкой журнальной, Румян, как вербный херувим, Затянут нем и недвижим, И путешественник залетный Перекрахмаленный нахал В гостях улыбку возбуждал Своей осанкою заботной, И молча обмененный взор Ему был общий приговор.